Дети, старики, взрослые. Ежегодно на дорогах Украины погибают сотни людей. Из-за невнимательности, халатности и беспечности люди лишают себя и своих близких самого дорогого жизни. Взамен родственникам погибших остается навсегда вечная память и боль утраты. С такой болью в сердце 8 лет живет Лидия Барсукова. Она потеряла внука. Ярославу в момент аварии было только 8. Он играл на фортепиано и подавал большие надежды. Все оборвалось в один момент, когда ребенка насмерть сбила иномарка. Можно с такой трагедией, с таким горем вообще жить. Родители их тоже молодые. И как они могут жить? Если один ходит с фотографией ребенка, а другая спит с фотографией ребенка. Так как можно жить? Мальчика нет уже 8 лет, но время не лечит, говорит Лидия Николаевна. Усугубляет ситуацию то, что водитель, который управлял автомобилем, до сих пор не наказан. Людмила Бутковская тоже жертва ДТП. В момент аварии с нею вместе был ее 15-летний сын. Людмила выжила. Мальчик нет. А водитель, который их сбил, также на свободе. И таких печальных историй сотни. И это только в Донецком регионе. Понимаете, нас нет. Можно машинку, автомат включить на половинную загрузку, она будет работать. Да, у меня остался старший сын, но ему тоже очень тяжело. То есть мы все, нас нет просто. Мы вот там, вот возле Максуши. Добиваясь справедливости, люди, которые потеряли своих родственников ДТП, объединились в отдельную общественную организацию, которая насчитывает уже больше двух сотен семей. Говорят, вместе легче искать справедливости и легче бороться с горем. Значит, нас всех вместе сплотила общая беда. Потому что наши близкие убиты. Они не в ДТП погибли. Они убиты. На пешеходных переходах, на тротуарах раздавлены дети. И были сбиты мамы этих детей. Но в последнее время все же пострадавших в результате ДТП порядком поубавилось. В ГАИ это связывают с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения. В городе Донецке с начала года уже более 1600 человек попало на больничные койки в результате дорожно-транспортных происшествий, у которых жизнь моментально разделилась на время до дорожно-транспортного происшествия и после дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, что в основном это молодые здоровые люди, которые могли бы еще принести большую пользу обществу. А они на сегодняшний момент находятся на больничных койках, получили довольно тяжелые увечья и даже кто-то погиб. Вот только родственников этих людей уже ничего не вернет. Жизненный путь их детей прервала дорога смерти. Сейчас они добиваются, чтобы виновные понесли наказание и хотят, чтобы как можно меньше жизней уносили аварии. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.